Домашняя выпечка всегда вкуснее и полезнее любых покупных булочек и хлеба. Пироги и печенье собственного изготовления содержат натуральные продукты без искусственных ароматизаторов и разрыхлителей. Каждая хорошая хозяйка умеет гасить соду уксусом, как делали ее мама и бабушка. Она заботливо покажет своей подросшей дочери, как гасить соду для выпечки, и передаст лучшие рецепты теста. Но насколько оправдана привычка использовать гашеную соду для выпечки? Почему бы не заменить соду готовым разрыхлителем? Эти вопросы вызывают горячие споры и до сих пор не нашли однозначного ответа. Энтон Пепеп. Одни пекари утверждают, что традиция гасить соду для выпечки давно устарела и свидетельствует о кулинарной безграмотности, мол, современные разрыхлители гораздо лучше справляются с задачей. Другие продолжают готовить и применять самодельный разрыхлитель теста из гашеной соды, используя уксус, лимонный сок и другие кислые продукты. Кто из них прав, до сих пор не решено окончательно. Поэтому каждый повар может как гасить соду для выпечки, так и не делать этого на свое усмотрение. Но для вынесения собственного вердикта, нужно разбираться в химических процессах, влияющих на разрыхление теста и действия соды в выпечке. Натуральный разрыхлитель теста, теория и практика. Гашеная сода для выпечки, все виды теста, нуждаются в компоненте, который обеспечит пышность и подъем во время выпечки, иначе готовые изделия получатся слишком плотными и тяжелыми. На протяжении многих лет пищевая сода выступала в качестве универсального разрыхлителя, будь то тесто для оладьев, пирожков или тортов. Причем не как попало, а гашеная уксусом. Когда продукты в магазинах стали доступнее, самые обеспеченные хозяйки отказались от ядреного уксуса и начали гасить соду лимонным соком, а самые продвинутые – лимонной кислотой. Даже не подозревая о том, что в точности повторяют состав готового разрыхлителя теста, произведенного фабричным способом – сода и кислота. Правда, промышленный разрыхлитель содержит еще и наполнитель, крахмал или мука, без которого можно запросто обойтись, если готовить разрыхлитель для выпечки понемногу и сразу использовать. Не оставляя впрок. Таким образом, мы выяснили, что гашеная сода вполне заменяет собой разрыхлитель теста. Осталось разобраться, зачем гасить соду кислотой и так ли это необходимо. В химии нет единого понятия сода, потому что сода – это обобщенное название натриевых солей угольной кислоты. Например, гидрокарбонат натрия имеет формулу на КОК-3 и известен как пищевая сода, а карбонат натрия – на 2КО-3, сода бытовая. Но все эти вещества обладают общим свойством щелочей. В присутствии любой кислоты они вступают с ней в реакцию, сопровождающуюся образованием соли и угольной кислоты, которая, в свою очередь, распадается на углекислый газ и воду. Свойство соды – именно углекислый газ разрыхляет выпечку и поднимает тесто, когда его пузырьки устремляются вверх. Эту реакцию можно наблюдать непосредственно, смешав соду и уксус в столовой ложке. Так и поступает подавляющее большинство домашних кулинаров. Однако, если химическая реакция происходит в ложке, то есть вне теста, то что же остается на долю выпечки? Углекислота уже улетучилась, оставив после себя лишь побочные продукты реакции. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Тем не менее, привычка гасить соду для выпечки продолжает бытовать, неужели напрасно? Ведь тесто все равно поднимается, значит реакция с выделением газа продолжается. Да, если вне теста. Прореагировала только часть щелочи. А так обычно и случается, если пропорции соды и уксуса высчитываются на глаз очень приблизительно. Тогда в выпечке срабатывает остальная часть соды, которая реагирует N-нагрев. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Дело в том, что даже без кислоты соды распадется на газ и соль, если ее нагреть до 60 градусов или выше. Любое тесто само по себе обладает некоторой, хоть и небольшой кислотностью. А при повышении температуры реакция взаимодействия с содой усиливается, и выпечка поднимается. Для достижения этого эффекта совсем не обязательно гасить соду, в тесте или вне его. Готовый разрыхлитель или пекарский порошок производится таким образом, чтобы дозировки соды и кислоты, как правило лимонной, точно соответствовали друг другу и реагировали полностью. Без остатка. В домашних условиях соблюдать такую точность крайне сложно, поэтому проще воспользоваться пекарским порошком из магазина. Его состав не отличается от самостоятельно приготовленной вами. Смеси соды и уксуса. Необходимость гасить соду в тесте бывает оправдана, если тесто совсем пресное. В такое тесто можно смело положить готовый разрыхлитель, который полностью прореагирует. Но если тесто приготовлено на основе кефира, йогурта, сметаны, творога, фруктовых соков и тому подобное кислых продуктов, то в него нередко кладут разрыхлитель или соду одновременно, потому что кислоты хватит на полную реакцию. Разрыхлитель теста из гашенной соды. Как и чем гасить соду? Изложенный выше краткий урок бытовой химии дал нам два ценных вывода. Во-первых, нет смысла гасить соду для выпечки вне теста. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Во-вторых, сода разрыхляет тесто даже без гашения, просто от нагрева. Дополнительная кислота в составе теста усиливает и ускоряет разрыхляющий эффект. Основываясь на этих фактах, получим такой способ погасить соду для выпечки правильно. Гашение соды для выписки смешайте указанное в кулинарном рецепте количество соды с остальными сухими. Ингредиентами. Удобно смешивать соду с солью, мукой, крахмалом и тому подобное. Перемешайте до однородности. В качестве кислоты можно использовать традиционный уксус, а также лимонный сок или лимонную кислоту. По большому счету, разницы между ними нет, поэтому выбирайте любой доступный из этих компонентов. Кислый ингредиент добавьте к жидкой части теста. Перемешайте с яйцом, молоком, сиропом или медом. Делайте это в отдельной емкости и только затем объедините сухие и жидкие составляющие теста. После объединения сухой и жидкой части, сразу же замесите тесто и как можно быстрее поместите его в печь. Реакция взаимодействия щелочей и кислоты начнется сразу же при их контакте, поэтому у вас так мало времени. Во время выпекания теста реакция с выделением углекислоты ускорится, и вы увидите, как тесто поднимается в духовке. Если вы все сделали точно по инструкции, то пузырьки газа будут увеличиваться и разрыхлять тесто. Пропорции соды и кислоты индивидуальны, поэтому указываются в рецептах теста отдельно. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. В среднем ориентируйтесь на 5-6 капель уксуса или лимонного сока на каждую чайную ложку соды. Зачем гасить соду для выпечки? Руководствуясь такой логикой, можно вообще обойтись без кислоты или погасить соду для теста обыкновенным кипятком, ведь газ выделяется даже при нагревании. Но некоторые сомнения остаются. Если гашение соды бессмысленно, от него бы давно отказались. На самом деле, гасить соду для выпечки нужно не ради разрыхления, а по совсем другой причине. Сода обладает характерным всем известным привкусом, который так и называют содовый. Этот привкус немного напоминает мыло и явственно ощущается в выпечке, состав которой подразумевает соду. Если не гасить соду для выпечки, то готовые изделия будут иметь это мыльное послевкусие. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Можно перебить его сильными ароматизаторами, но гораздо проще нейтрализовать при помощи кислоты. Гашеная сода теряет неприятный привкус, поэтому кислоту к ней добавляют не столько ради разрыхляющего эффекта, сколько ради вкусовых качеств. Получается, что сода в тесте отвечает на пышность выпечки, а кислота за отсутствие неприятного вкуса. Содовый привкус все равно останется, если кислого ингредиента будет недостаточно для полной реакции. Именно поэтому даже кислое тесто для оладьев или блинов дополняется небольшим количеством кислоты, гасящей соду. Зная об этом, вы будете готовить тесто осмысленно, а не по стандартным шаблонам. Тогда становится ясно, что лимонный сок желательнее, чем уксус, потому что его вкус просто-напросто приятнее. В треть вы можете использовать готовый пекарский порошок или каждый раз готовить его самостоятельно. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Просто не забывайте, что для хорошего разрыхления реакция нейтрализации должна происходить непосредственно в тесте, а не в ложке с содой. Желаем вам удачной выпечки, высоких пирогов и мягких кексов, без содового послевкусия и с рыхлым воздушным мякишем. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.